Дорогие хозяюшки, дорогие хозяева, здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить яичницу и омлет необычным интересным способом, который очень нравится деткам, ну и взрослым, конечно, тоже. Я вам покажу разные варианты, как вы можете это сделать. Итак, что нам нужно? Вот посмотрите, я приготовила два кусочка хлеба и три кусочка батона, из которых я вынула серединку, обрезала ножом. И приготовила пять яиц, я их, естественно, помыла тщательно. Дальше немножечко голубики. И здесь я нарезала немножко сыра, колбасы и помидорки. Я включила газ, налила в сковородку большую растительного оливкового масла и два кусочка небольших сливочного. Сейчас сковорода прогреется, я выложу туда наш хлеб и батон. Пока хлеб прожаривается с одной стороны, я приготовила разные начинки. Ну, два яйца, это будет просто у меня глазунья. Здесь будет омлетик с сыром, колбасой и с помидоркой. Здесь сладкий, то есть я добавила сахар и ягодки, то есть сладкий омлет. Я его тоже вот так перемешаю. И обычный омлет. Я немножечко добавила соли и перемешала яичко. Теперь мы с вами, буквально прошло минуточек несколько, видите, уже все поджарилось. Мы переворачиваем и хлеб в батончик перевернуло. И теперь наша задача быстренько нашу начинку положить в серединку. Итак, ну, самый большой кусочек я туда выливаю наш омлет. Немножечко растекся, но ничего страшного. У нас получается омлет. И яичница с разной начинкой. Теперь можно перевернуть на другую сторону. Еще раз. Вот так прожарить. Если это омлетик. Переворачиваем. И прожариваем с другой стороны. Ну, а яичница жарится дальше. Видите, немножко все растеклось. Как вам ее подцепить-то? Вот так. Все. Подцепила. Вот так. И вот у нас что получилось. Я, честно говоря, первый раз пробовала делать как омлет, потому что обычно я делаю вот такую глазунью. На маленьком огне, естественно, потому что все может подгореть. Ну, тем не менее, я считаю, что получилось очень хорошо. Мы перевернули все, что нам было нужно. И яичница наша практически готова. Я ее немножко подсаливаю сейчас. Вот так. Ну и посмотрите, очень даже ничего. Мы посмотрим, что у нас здесь с омлетиком. Ну, смотрите, он тоже поджарился. И сладкий. И с разной начинкой. Все у нас получилось. Хотя, немножечко и растеклось, конечно. Вот такой способ подачи завтрака понравится и взрослым, и деткам. А все, что у вас осталось в середине, то есть остатки хлеба, батона, вы можете также взять, положить в сковородку и просто поджарить. И получится тоже очень вкусно. Я желаю вам всего самого доброго. И прощаюсь. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok